Этой весной марка Peugeot решила закрепиться на рынке рамных пикапов, презентовав нуждающимся странам свежую разработку под названием Landtrack. При этом французы особенно не скрывали, что новинка имеет китайские корни. В основу Landtrack лег пикап Kaisin F70, который специалисты Peugeot переработали под свой вкус. В свою очередь китайцы тоже оказались не лыком шиты и решили сами продавать свой пикап по всему миру, а не только на родине. В качестве экспортного названия маркетологи из Поднебесной выбрали слово «хантер», то есть «охотник», а вместо неблагозвучного бренда Kaisin — материнскую марку Чаньянь. Тот факт, что французы взяли этого китайца за основу своего Landtrack намекает на достаточно продуманную конструкцию модели, а общие моторы, кабины и шасси позволяют надеяться на их приличное качество. В интерьере «хантера» плоть от плоти Peugeot. Даже шкала тахометра сделана зеркальной, как на французах, и это скорее хорошо. Въедливые ребята из концерна ПСА наверняка проследили и за материалами, и за эргономикой. В чем тогда разница? У китайца немного иное оформление передка, хотя кузовные панели и даже задние фонари общие. Зато Peugeot делает ставку на богатство вариаций, включая простые рабочие. А вот Чаньянь ограничится только хорошо упакованными версиями. «Хантер» заявлен строго со сдвоенной кабиной, окрашенными бамперами и двумя раздельными креслами вместо трехместного переднего дивана. И даже странно, что единственная коробка передач из возможных — ручная шестиступка. Между тем, в Китае со 150-сильным турбодизелем сдружили не только механическую коробку, но и автомат. Однако на экспорт двухпедальный пикап вдруг не пошел. Зато пошла заднеприводная версия. Такие любит южноамериканская публика. Хотя настоящий полный привод также заявлен за относительно небольшую доплату. В Чили, куда Чанган «Хантер» пришел первым делом, на него навесили ну очень привлекательные ценники. В переводе на рубли чуть больше миллиона. Так что французскому лантреку даже не имеет смысла соваться на этот рынок. Как будут обстоять дела на других территориях узнаем позже. Но похоже китайцы объявили своим партнером из ПСА ценовую войну. Сначала машина появится на рынках Южной Америки и Ближнего Востока. К слову, российский офис Чаняня не исключает, что «Хантер» появится и в нашей стране. Хотя уже занятое УАЗом название придется заменить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...